Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тысяч цифровых пропусков из-за неверных сведений, подданных заявителями. Об этом говорится в сообщении столичного оперштаба. Всего за сутки, с начала открытия регистрации 13 апреля, мэрия выдала 3,2 миллиона цифровых пропусков. Тем, кто пытается получить пропуск, используя некорректную информацию, будет грозить наказание, предупредил глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. В случае, если какие-либо данные будут введены некорректно или окажутся недостоверными, пропуск будет аннулирован, а граждане, указавшие недостоверную информацию, будут привлечены к административной ответственности, сказал он. Лысенко подчеркнул, что горожане не должны оформлять пропуска просто так, для галочки или на всякий случай. О введении пропускного режима в Москве и Подмосковье власти объявили 10 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что режим может ужесточаться поэтапно. На первом этапе разрешение на передвижение потребуется только для перемещения на личном и общественном транспорте. Для пешеходов пропуска не требуется. Если пропуск необходим для поездки на работу, заявитель также должен указать информацию о работодателе. Название предприятия, контакты и ин. Ранее в мэрии предупреждали, что эти данные будут проверяться при выдаче пропусков. Проверяется, работает или не работает предприятие, существует ли данный ин, работает ли этот сотрудник, говорил Немирюк. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok